В городе проснулись птицы, запахло весной, а к нам приезжает Kia Ceed Universal, третье поколение, автомобиль в 2018 году был представлен в Женеве, машинка у нас дилерская, за это огромное спасибо, я хочу сказать группе компаний Автоспеццентр, а именно Уткиной Ани, пиар-менеджеру, предоставляют мне автомобили, не требуют согласовывать никакого текста, все делаем объективно, более того, я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, где задал вам вопрос, что вы думаете по поводу этого автомобиля, много владельцев, пишут разные мнения, в основном хвалят, но я прям отдельный списочек на сегодня сделал с минусами автомобиля, друзья, давайте разбираться обо всем по порядку, прайсовая цена автомобиля за базу 1 миллион 70 тысяч рублей, топовая версия 1 миллион 650 тысяч рублей, за что просят, какие комплектации, смотрим прямо сейчас, поехали Одну минуту вашего внимания, друзья, все, кто рубаются в мобильные игры, забудьте все, что вы о них знали, потому что прямо сейчас был выпущен один из самых амбициозных проектов 2019 года, RPG игра Raid Shadow Legends Эта игра действительно изменит все, потому что играть в Raid это действительно захватывающий опыт, который вы можете получить на смартфоне, и он сравним только с крупнейшими играми на ПК или приставках Эта игра абсолютно бесплатная, и она набирает обороты по всему миру невероятно быстро, поэтому время присоединяться прямо сейчас В ней действительно есть все фичи, которые вы ожидаете от совершенно новой RPG Потрясающая сюжетная история, классная 3D графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и сотни чемпионов для коллекции улучшений Честно вам скажу, я не ожидал получить такой уровень графики от мобильной игры, вы посмотрите, какая бешеная детализация Оцените, 2019 год, а? Четкость ну просто зашкаливает А еще скоро состоится турнир с крутыми безумными призами Я сейчас активно рубаю в игру, и как только наберу необходимый уровень, создам клан Блондиночи Поэтому скачав игру, обязательно найдите меня Итак, прямо сейчас переходите в описании под видео, качайте рейд только по моей ссылке, и вы получите 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона Если поговорить за переднюю часть, то на самом деле здесь все то же самое, как и в хэтчбеке То есть оптика у нас идет диодная, здесь у нас галогеночки идут, мордочка сделана симпатично, свежо Вообще сам автомобиль позиционируется как европейский Если в нашей стране на универсалы только-только набираются обороты, то в Европе их давным-давно уже активно скупают Первый минус этого автомобиля заключается в его клиренсе Он так и остался, 150 миллиметров Одни говорят, нормально, катаюсь, проблем нету, но в большинстве своем именно клиренс отмечают как первый минус Если взять любое рекламное букле, то зачастую там пишут про линии Но вот здесь, смотрите, вот если на все нюансы, тонкости обратить внимание, то в целом получается довольно-таки неплохая картина Вот покажи, пожалуйста, вот так вот автомобиль сбоку, вот универсальчик, да? Чем примечателен? Тем то, что более вместительный багажник Но при этом, вот если дойти до задней части автомобиля, то здесь попахивает корейским спортом А именно, здесь у нас самое значимое отличие это фонари Фонари сделаны более такие спортивные и задний бампер При этом некоторые видят в этом автомобиле некое сходство с BMW Кто-то видит, просто отовсюду по чуть-чуть взяли, я же здесь вижу аудио рот, вот серьезно Если вдуматься о том, что появятся различные роды конторы, которые будут предлагать дополнительный стайлинг на автомобиль То его, в принципе, можно заделать под такую, знаешь, ну типа пушку-гонку с внешнего вида Но на самом деле ехать особо эта пушка-гонка не будет, потому что три силовых агрегата на самом деле слабенькие Самый дохлый мотор, который можно здесь встретить 1.4 Это Hyundai-овский мотор, да и вообще в целом Kia и Hyundai это по сути одно и то же Этот мотор будет выдавать вам 100 лошадиных сил Он будет идти с механической коробкой передач, разгон там 13 секунд до первой сотни Вот для кого нужен такой автомобиль? Мое личное мнение для тех, кто очень мало ездит, возможно для пенсионеров Часто вижу картину у себя возле дома, когда человек ставит тачку, 5 дней на работу он ездит на метро В лучшем случае в субботу, либо в воскресенье он съездит куда-то на машине Пробеги маленькие, по 5, по 7 лет люди не меняют автомобили В таком случае вам переплачивают 1500 за комплектацию побогаче, но нет никакого смысла Второй мотор, самый популярный, 1.6 автоматическая коробка передач Он ставится с 2007 года Такой мотор был на автомобиле у моего друга Он покупал Kia Ceed Universal первого поколения Проехал на нем примерно 150 тысяч километров Много мы с ним покатались Этот мотор разгоняется до первой сотни за 11,8 секунд заявлено Кому нужен этот мотор? Ну я считаю, это самый оптимальный вариант для семьянинов Жена, ребенок, дети Пожалуйста, ты передвигаешься по городу Конечно, не погоняешься В основном на что жалуются? Когда нажимаешь педаль в пол, мотор орет Но это само собой разумеется Нажимаешь педаль в пол, мотор не едет При этом мотор заслуживает оценки по надежности 4 балла Сам производитель ресурс закладывает 180 тысяч километров Но на деле, как правило, 250-300 тысяч на нем проехать можно при должном обслуживании Опять-таки, сам производитель утверждает, что мотор одноразовый То есть ремонту он не подлежит, конструкция сам по себе Находил ролики в интернете, где люди загоняют сервисы Пожалуйста, гильзуют, капиталят, то есть делают Не забывайте о том, что покупая новый автомобиль Вы, с одной стороны, получаете гарантию на 5 лет То есть купить его, покататься 5-7 лет, накатая 1150 Теоретически у вас никаких проблем быть вообще не должно Но, с другой стороны, есть ярдрей, который показывает нам, как у нас в стране работает гарантия Поэтому, не дай бог, что-то серьезное у вас случится Запросто придется обращаться к юристам, бегать, скандалить, биться, добиваться Покупая новый автомобиль, ну, по сути, ждать проблем не придется А вот если вы будете брать как второй, как третий владелец на вторичке То тут нужно, конечно, делать хорошую, качественную диагностику, чтобы не нарваться на ремонт Ремонт, на секундочку скажу, ну, такая вилка От 25 тысяч до 180 до 200 180-200, это вы уже покупаете новый мотор Контрактный, откуда-нибудь с Европы, вам обойдется, ну, я посмотрел, цены примерно 1000-1300 евро На мой взгляд, 1.6 самый оптимальный мотор для этого автомобиля Среднюю комплектацию можно забрать 1.300.000, ну, 1.400.000 потолок То есть в машине будет все самое необходимое, и при этом вы получаете надежность И третий мотор, свеженький мотор, с 2016 года он появился Изначально он ставился на Hyundai i30 1.4 турбовый работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач Что-то сказать вам за мотор пока что не могу Свежий мотор, выдает он 140 лошадиных сил, 242 крутящего момента Паспортный разгон у автомобиля 9.4 секунды Мы покатались на машине, пробег 450 километров Жмешь газ в пол, такое ощущение, как будто здесь стоит 1.6 Тот самый атмосферный мотор, потому что, ну, пока что машина не едет вообще Но вы должны понимать, машина свежая, нужно пройти обкаточку Я думаю, летом, если вы купили автомобиль погоняться Ну, относительно 9.4 турбинка, можно наверняка будет чипануть ДСГ, мотор турбовый, как он себя зарекомендует, непонятно Друзья, здесь плюс какой, что корейцы делают комплектации на любой вкус Хочешь ты себе самую бюджетную комплектацию? Пожалуйста Хочешь что-то среднее? Пожалуйста Хочешь турбовую, чтобы пошустрее машинка была? Тоже, пожалуйста Некоторые покупают машины, за 5 лет проезжают 70 тысяч километров С одной стороны, чего им бояться? То есть здесь взвешивать нужно вам По остальному, в подкапотном пространстве у сидов проблем никаких нет Все, на что здесь можно пожаловаться, это то, что вот корейцы Что пытаются на чем-то экономить, там, те же самые газоупоры не стоят Хотя, казалось бы, что там, для них это обойдется вообще цена 10 долларов плюс к цене Здесь все ясно Платформа идет K2, общая с Hyundai i30 Значит, что у нас изменилось? Передняя подвеска, независимая, амортизационная стойка типа MacPherson Задняя, независимая, многорычажная По кругу идут дисковые вентилируемые тормоза Клиренс, напоминаю, 150 миллиметров Очень хорошо поработали над подвеской Много чего здесь изменилось, но пока что выводов каких-то делать рано Все, кто тестировал автомобиль на серпантинах, хвалят Говорят, действительно, отклик есть Но, с другой стороны, посмотрим, что скажут люди Пока что просто-напросто нечего говорить Мы передвигались по городу на скорости до 100 километров Ну, рулится машина, да, как-то, кажется, собранная Но эта машина новая Сами знаете, что вот у корейцев, я обращу внимание У меня, у друга было первое поколение Когда новая тачка едет, блин, кайф Со временем она становится расхлябанная подвеска Вот выезжаешь, например, на бездорожье Вроде бы она вся в хорошем состоянии Загоняешься на сервис, да, все классно Но все равно чувствуется какая-то уже расхлябанность Что будет с этим автомобилем, покажет пока что время Как вот вы считаете Вот, казалось бы, да, плюс 100 тысяч рублей Автомобиль мог бы быть оснащен полным приводом Вот если бы здесь был бы полный привод Хотя бы подключаемый Я думаю, это вообще было бы лучшее предложение на рынке Но хотя и сейчас этот автомобиль Действительно называют лучшим С точки зрения предложения на рынке По дизайну, по цене и по универсальности Багажничек с кнопочкой Этим никого не удивить Камера есть как положено Сейчас здесь объем у нас 700 литров Как правило, когда мы снимаем, рассказываем Открываешь багажник Ну, багажник и багажник Ничего интересного То есть здесь совсем другая картина Ну, в первую очередь, смотрите Складываем сидение У нас получается уже 1700 литров Сегодня очень сильный ветер Если вам задувает, приношу извинения Смотри, опачки Должен лежать набор автомобилиста Но факт в том, что места полно Какие-то ниши появляются Раз Дальше идем Еще одна ниша Какие-то полочки Знаешь, ну, всем любителям То есть, вот у кого здесь Какие-то памперсы положил Игрушки Либо какую-то мелочь Удочка Спидинг запросто помещается И вот так Можно идти до бесконечности Показывай Вот еще, да? То есть здесь набор полка-то большая Вот эту полку, если убрать отсюда То здесь у нас идет запаска Запаска, как вы видите Ну, докатка получается у нас идет Здесь открытый металл Никакой там шумоизоляции Дополнительной нету Я считаю, делать стоит Потому что, ну, если там покупать автомобиль Для путешествий Куда-то, не знаю В Сочи поехать В Крым Ну, комфортнее будет Факт в том, что багажник эргономичный Плюс ко всему Все вот эти вот передвижения Здесь можно фиксировать Вот ты купишь машину Блин, ты поиграешься Зашел на драйв Человек, который купил совсем недавно тачку У него каждый пост Опа, нашел такую фишку Такую фишку Прикуриватель есть у нас То есть, можно подрубиться Все различные крючочки В общем, для тех, кто любит, знаешь Всякий вот хлам перевозить Ну, скажем так С улыбкой Ну, вы понимаете, о чем я Отправиться на дачу Для вас эта машина будет действительно полезной Потому что в седании Вас это ничего никогда не встретит Вот эта полочка, да Вы можете ее закрыть И в тот же самый момент Когда вы ее снимаете Вы можете спрятать На самом деле, когда я смотрел Вот люди там показывали На все эти вещи Внимание обращали Ну, реально круто, посмотри И при этом у тебя еще остается Тут место для той же самой аптечки Места полно в тачке То есть Лечь нею Вот когда только купил мазу Я прям мечтал куда-нибудь поехать Разложить сиденье Даже тогда мерил Сколько расстояния будет Помечусь, не помечусь Можно было отправиться Ну, понимаете Сейчас я уже об этом не мечтаю Но фактом то, что Вот ты лег Кайфанул Ну, знаешь, на природу Приехал, там лежишь Вот с точки зрения отделочных материалов Очень часто За это ставят корейцы минус Ну, почему? Вот человек, который катался Когда-то там На каком-нибудь немце Естественно Если он сядет в Киев Он скажет Ну, что это такое? Ну, не серьезно А вот тем, кто попроще Вот нам, да С вами, людям Ну, что ты сегодня купишь За 3 миллиона себе машин За 4, может, купишь? Нет А вот эту тачку Или любого другого конкурента Рассмотреть можно И вот здесь С точки зрения универсала Места полно И много различного рода Скажем так Функциональности Ну, за что не любят корейцев? Пойдемте покажу Вот говорят Сборка, сборка Вот обратите внимание Ручка, да Вот я вот эту уже защелкнул А вот эта часть Получается Она, видишь Идет такая маленькая щель у нее То есть Раз Сейчас Оп Нажимаем Закрыли То есть, соответственно Когда собирали И так везде Вот обратите внимание Да То есть Оп Оп Нужно все защелкивать до конца Напоминаю Что мой рост 1,86 Переднее водительское кресло Настроено под меня Я присаживаюсь в автомобиль Я вам скажу Что если развалиться То места достаточно Если сесть вот так вот Туда я упираюсь В переднюю спинку Но обратите внимание Вот в этом всем корейце Вот казалось бы Кожа Какая-то кожа Такое ощущение Вот тут реально Чехлы просто одеты И пошиты При этом они нам дают Подогрев заднего сидения В нашей комплектации Она стоит примерно 1,6 млн К сожалению Спинку Откинуть не могу Поэтому на дальнее расстояние Наверное Будет дискомфортно Хотелось бы конечно Откидываться Чтобы можно было поспать У нас нет панорамы Нет никакого люка Поэтому над головой Места достаточно Пол практически ровный Можно поставить Естественно Детское кресло Отправиться Куда-то с детьми Путешествовать Передвигаться То есть вот для семьянина Подчеркиваю Машина более чем достойная Ни в коем случае Не пытаясь их хвалить Вот честно Мне на корейцев ровно Но факт в том То что они лидируют То что они действительно Хорошо развиваются Они слышат свою аудиторию Вы сами прекрасно видите Сколько у нас в стране Моделей представлено Киев плюс Хюндай Там моделей наверное В общей сложности 25 точно будет Среди них Многие модели Выходят в топ По продажам И при этом все те Кто покупает машины Сновья И обслужат их достойно Особо то не жалуются Да понятное дело Везде присутствует брак Но выбор остается за вами Мы лишь делаем Честный объективный обзор Ребята Ну оцените интерьер На самом деле Давайте объективно Вот сверху вниз Если посмотреть По приборной панели Ну все читается Ну серьезно Смотрится симпатично Руль сам по себе Вот с этими Глянцевыми Пластиковыми вставками С одной стороны Нафиг они не нужны Потому что все это будет заляпано Но пока это новое Это смотрится интересно Опять таки Здесь у нас идет Псевдо строчка Казалось бы мелочь Но блин На самом деле Смотрится совсем по другому Дисплей стоит Он здоровый Да он прям выпирает Он сам по себе Жирненький такой Но навигация есть Карплей подключить можно В общем все что нужно Вот на сегодняшний день Все здесь у тебя Пожалуйста будет Здесь пакет теплые опции Вот это конечно Очень круто Потому что он доступен Даже с более низких комплектаций Там будет и электрофен То есть ты зимой Заводишь автомобиль Салон прогреется гораздо быстрее Подогрев лобового стекла Подогрев сидений Подогрев зеркал В общем зимой Кайфанешь Конечно же и руль будет с подогревом Сам по себе руль С точки зрения тактильных ощущений Пока новые Вот реально классные Чем-то напоминает мне руль от М Вот здесь смотрите Интересно сделано На самом деле Вот суки читают Вот смотрят как надо делать Вот посмотри Сюда ты можешь положить телефон И он у тебя будет заряжаться сам То есть не нужно никакие себе Покупать держатели с автозарядкой Вот пожалуйста У тебя уже в машине это есть Открываешь аккуратно Один прикуриватель USB-шная зарядка идет Ауксы Все что нужно Опять таки мелочь всякую можешь кинуть Не надо тебе Убираем Здесь у нас два подстаканника Вот обычно я на это не делаю Никаких уклонов Ни в коем случае не пытаюсь хвалить Я бы себе эту тачку не купил Но с другой стороны Если бы дети Там передвигаться Нужен был автомобиль новый Лет на пять я бы рассмотрел Режим спорт есть Но режим спорт кому он нужен Непонятно Ну потестируем Посмотрим Парктроники по кругу стоят И машина сама еще может запарковаться В нашем случае Если я не ошибаюсь У нас ее топовая версия Премиум плюс Просто есть просто премиум Есть премиум плюс Что в нее входит Я перечислять не буду Один миллион шестьсот тридцать тысяч рублей То есть кому интересно На сайте сами почитаете Ну вот так вот Я бы лично Рассмотрел бы вариант Там за миллион триста Миллион четыреста максимум С двигателем 1.6 Вот раньше за эти деньги За миллион шестьсот тридц Можно было купить Например Ниссан Мурана Вот который вы покупали В 2013 году Но с точки зрения Укомплектованности Эта машина На две головы его выше То есть там все что есть Это полный привод Паркетник Скорость у нас Тридцать км Газку в пол Разгоняться начинать Мотор слышно Вот самое интересное Если бы мы ехали с мотором Один и шесть Он и вовсе бы сейчас завыл Вот мы едем От резины Шум слышно Ну реально То есть шумоизоляцию Аракс Шумоизоляция автомобилей Делать нужно Если же поставить Сейчас ее на летнюю резину И спокойно передвигаться Включить музычку По городу Ну будет комфортно С точки зрения обзорности Все достаточно В силу того что универсал Салонное зеркало Все показывает Зеркала небольшие Но все видно То есть ты сидишь в автомобиле Под себя Я его настроил Сначала сел Кто здесь сидел Непонятный Было некомфортно Сейчас сажусь В целом нормально Опять таки Обратите внимание Ногу откидываешь вправо Вот эту часть Конечно лучше было бы Сделать помягче Значительный недостаток Этого автомобиля Вот если дворники работают Вот обратите внимание Да где они останавливаются То есть вот они примерно Вот досюда будут Нагребать тебе снег Стойка есть Плюс снега тебе накидают Реально будет так То что у тебя будет Меньшая зона обзорности Но мелочи не имеют Решающего значения Мелочи решают все И на самом деле Вот плюс корейцам То что они стараются Их дорабатывать Есть некоторые автомобили Которые по 10 лет Выпускают модели И нихрена с ними не делают И вот знаете Совсем недавно Вышел на канале ролик Где мы тестировали Ночью Camry 3.5 Вот вам пожалуйста день Разогнаться вообще Нигде нельзя Везде все стоят То есть тут Только газку хочешь взять Уже надо в тормоз нажимать Соответственно Вот 1.6 Вот серьезно говорю С головой Да ты если будешь Топить в пол Он орать будет Да и это тоже Если нажимаешь Он Не так конечно сильно Но все равно Тяги то как таковой нет Да она здесь просто Нафиг не нужна Здесь больше Ты переживать будешь За расход Хотелось бы чтобы расход По городу был 6-7 литров Вот это будет классно Вот это будет полезно Рулится он Ну знаете На небольшой скорости Я еще не встречал Ни одного автомобиля Который хреново бы рулился За исключением Каких-то здоровых автомобилей Которые просто Валки начинают плыть Как корабль Максимальная скорость С него 205 километров Ну 180 Можно будет на обгон Там выйти без напряга Ну чувствуется Машина свежая То есть нужно ее Раскочегарить Надо покататься на ней Хотя бы тысячи три-четыре То есть газку 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 Тогда наверняка Поет поинтереснее Пока что нажимаешь Педаль в пол Секундная задержка Потом подхват Как такового подхвата нету Хотя 9.4 Ну ощущалось бы Хоть на разгоне Вот мы как притормаживаем Шипы Прям очень сильно слышно То есть шумоизоляция Ну реально там нулевая Вот послушайте Не знаю Будет там слышно нет? То есть серьезно Сейчас передвигаясь на Тойоте Зашумленный Вот не ощущается Там шум Вот здесь я его Прям отчетливо услышу Кресло с боковой поддержкой Это ощущается Вот даже в такие Небольшие затяжные повороты Заходишь Сидишь комфортно В силу того Что ткань Машина свежая И сейчас не так жарко То есть сидишь Знаешь Напряга нету Как-то комфортно Летом возможно Будет дискомфортно Потому что ткань Сами знаете Потеть начинаешь Потом запах Нужно почаще ее мыть И вот кто-нибудь напишет Скажет Хвалишь Дали денег Нифига не так Вот просто А почему я должен Ругать машину Если она достойная Да ценник не тот Но все экономика Сами все прекрасно знают Что про это одно и то же Говорят А миллион триста Миллион четыреста Миллион шестьсот Да он столько не стоит Раньше он стоил по-другому Раньше были другие цены Раньше и курс доллара Был совсем другой Сегодня Если вот просто При желании Можно разложить машину Сказать то Что шумоизоляция Здесь говнище С точки зрения Эргономики Вот к чему-то Можно придраться Казалось бы Приборная панель нормально Вот это вообще фуфло Ну на самом деле Посмотри То есть Пластиковые вот эти окантовки Вроде бы знаешь И сенсор идет Ну не знаю Вот это вообще Как-то убого сделано То есть все на вкус и цвет Вы мне только скажите одно Что можно купить В альтернативу За эти деньги Чтобы это было круче Вот напишите пожалуйста Ваше мнение в комментарии Машины сделаны Я бы сказал Для приземленных людей Для рабочего класса Вот для среднего звена Кто трудится Кто зарабатывает Полторашку На сегодняшний день Это факт Позволить люди могут Вон продажи идут И машины по 2 И по 3 миллиона покупают Но жалуются Что денег нету Да тяжело Да мы должны жить лучше Мы не должны идти К привязке того Что вот ты купился За 2 ляма тачку А еще что-то жалуешься Ты должен иметь возможность За 5 лямов купить машину Жизнь она одна Ты не забывай об этом И слетать ты должен За год 4 раза отдохнуть И это нормально Это правильно Ты жить должен Ты не должен с утра До вечера на работу ходить Чтобы купить себе Машину не в кредит И типа А ну все Зажиточный сосед какой Трамвайные пути Некоторые разбитые участки Дороги Специально в ямки Въезжаю Ну пока тачка новая Реально подвеска собранная То есть отрабатывают Скажем так Отрабатывают тихо То есть нет какого-то Такого сильного удара Так где там Тук-тук-тук-тук-тук 448 километров Все так красивенько Но уже видно Царапки идут Соответственно Тысяч через сто Особенно если дети есть Вот это вот все будет Убогое Убитая Покупая такую машину Надо сразу здесь Либо пленку какую-то Клеить В общем защищать И самое время делать выводы Три мотора нас встречают Самый оптимальный На мой взгляд 1.6 Если вы хотите погоняться Пожалуйста Возьмите 1.4 Я думаю Со временем Его можно будет Раскочегарить Все те Кто раньше жаловались На подвеску Я считаю Ребята Что ее доработали Но пока же Только время И ваши отзывы Мы покатались На автомобиле По городу Влево-вправо Некоторые съемки Не вошли в эфир Дорогу он действительно держит Но шумноват Шумоизоляция Здесь прям очень слабая И шины Вот эти штатные Шипованные Вообще Оценка 2 балла По вместительности И практичности Этот автомобиль Считается лидером в классе Вот оно и пришло Время Когда корейцев Хочется больше хвалить Нежели чем ругать Для всех тех Кому автомобиль Кажется слишком простым И дешевым Пожалуйста Сходите в другие автосалоны Сходите в Аудио Мерседесы БМВ Куда угодно Посмотрите А самое главное Сравните Сколько Альтернативный вариант В кузове Универсал Будет стоить С такими же функциями С такими же фишками Я думаю Как минимум Раза в два дороже Если корейцы Дадут до того Что начнут предлагать Версию И серии топ Где будет плюс 200 тысяч рублей Но там будет сразу Эти хорошая Шумоизоляция Хорошие Качественные Отделочные материалы Но это будет Вообще просто нечто А я думаю Они на это способны Потому что модельный ряд У них развит Продажи у них идут И им есть Для кого делать Такие дорогие версии Мы делаем честные Независимые тест-драйвы Я свое мнение О автомобиле высказал Приглашаю вас В комментарии Пишите ваше мнение Про данный автомобиль Друзья Подписывайтесь На инстаграм Нашего канала Там мы всегда Делаем публикацию Еще до того Как будем снимать машину Таким образом Вы можете заранее Высказывать ваше мнение Писать советы Возможно У вас был этот автомобиль И вы сможете Либо похвалить Либо поругать Таким образом Наши видеоролики Будут качественнее Более информативные Подписывайтесь На сам канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Дальше будет больше Интересных роликов До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok